Безможно закохана. Безгранично влюблена в город Марии. Жизнь Алевтины Швецовой больше месяца назад четко разделилась на до и после. Радость и любовь к своему родному городу сменили измождение, боль и слезы. Я смотрю фотографии и не узнаю свой родной Мариуполь. Вы понимаете, это такая боль, когда люди пришли на твою землю. Они разрушили цветущий город. Они несут с собой идею войны и разрушения. Утро 24 февраля для Алевтины началось, как и для миллионов украинцев, со страшной новостью о начале войны. Девушка родилась, выросла и жила в Мариуполе. Работала журналистом и создавала авторский проект, посвященный родному городу. Как и тысячи мариупольцев, город сразу не покинула. А когда приехала к родителям поздравить младшего брата с 12-летием, оказалась заблокированной в их доме на долгих и страшных 13 дней. Мы думали, что мы знали, что такое война. Ведь 2015-й показал Мариуполю, что они не остановятся ни перед жизнью мирных жителей, ни перед разрушением жилых массивов. Мы были к этому готовы, казалось бы. Но нет. Когда мы перебрались в центр и там уже жили вместе 9 человек, то самыми страшными для нас были авианалеты. С 1 марта в городе пропали электричество, вода, связь, а затем и отопление. Только через неделю Алифтине удалось вернуться домой к 8-летнему сыну и мужу. Но ситуация в городе ухудшалась каждый час. В земле остаются воронки глубиной где-то 4 метра и диаметром более 7 метров. И потом мы узнали о разрушениях таких объектов, как роддом. Прилетела еще одна бомба из самолета неподалеку от нашего дома. И становилось все страшнее с каждым днем. Чтобы узнать хоть что-то из новостей, приходилось, несмотря на обстрелы и авианалеты, добираться в ту часть города, где иногда пробивалась мобильная связь. Ежедневно девушка ждала, что узнает об открытии зеленого коридора. Но этого не было. Точка невозврата стала 16 марта. Именно тогда бомба попала в наш подъезд, в то место, где мы готовили еду на костре. И убила наших соседей. Кроме того, в укрытии произошел обвал. С потолка упал огромный камень, где-то полтора метра диаметром. Мы поняли, что даже укрытие нас не спасет. Тогда было принято решение выходить из Мариуполя пешком. Ведь своего автомобиля у нас нет. С мужем, сыном и его родителями девушка сутки выбиралась из разрушенного градами и авиаударами города. Дошли в село Портовское. Там нашли автомобиль и решили вернуться. Уже за ее родителями и младшим братом. Чудом им это удалось. Сейчас семья в безопасности. Но от мысли о происходящем в родном Мариуполе ничто не может отвлечь. Я верю в то, что в скором времени границы Мариуполя будут отбиты. И он, наш любимый город, родной Мариуполь, он всегда был, есть и остается украинским городом. Потому я не планирую ехать за границу. Я искренне верю в победу нашей армии. В парней и девушек, которые сейчас защищают Мариуполь. И очень скучаю по своему родному городу. Юлия Грановская, Лариса Зубенко из Ивано-Франковска. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.